В Александрии завелись потусторонние силы, но почему бы и нет? Это их дом, и теперь этот дом сжег арендатор. Он заплатит вашими деньгами из вашего кармана. Вы верите в честность такой невиданной щедрости? Я лично нет. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе кролик Цыпюка, Александрийский горсовет кинул Александрийцев на деньги и Кировоградскую область могут сжечь к чертям. Начну с коронавируса, с него сейчас все начинают. В Кировоградской области более 300 случаев заражения COVID-19. И Кировоградщина в десятке по количеству заражений коронавирусом в Украине. Много ли случаев заболевания по сравнению с Черновицкой областью или Ивано-Франковской, думаю, нет. Но дело же не в том, не в количестве больных, а в количестве тестов. Вот их отсутствие заставляет предположить, что инфицированных больше практически в разы. Спорное заявление. Грустно, конечно, что в зоне риска медики. Понятное дело, вы скажете, логично, что они на передовой борьбе с COVID-19. Но треть от всех зараженных на Кировоградщине медики, это, по-моему, слишком. Закрываются на карантин целыми больницами. Есть случаи, когда врачи просто уходят в отпуск или же увольняются, лишь бы не заразиться. Но, слава богу, не все, а то и лечить было бы некому. Дошло до того, что собрана спецкомиссия, куда вошли специалисты из Инспекции охраны труда, которые будут расследовать, почему так много медиков болеет на COVID-19 именно в Кировоградской области. Об этом я прочитал на портале Гречка. Мои поздравления Александрийцам. Александрийский горсовет, который возглавляет пока еще мэр Александрии Степан Цепюк, кинул Александрийцев на деньги. Что? Опять? На 5100 гривен. А все из-за жлобства. Элементарного жлобства. Дело в том, что на сайте Александрийского горсовета обвинили Александрийца, бизнесмена Игоря Делиева, в неправомерности или же неправоправности его бизнеса. Делиев подал в суд и суд выиграл. Теперь горсовет должен был опубликовать опровержение. Но горсовет не опубликовал. И за это на Александрийский горсовет исполнительная служба наложила штраф. 5100 гривен. И думаете, горсовет, который возглавляет пока еще мэр Александрии Степан Цепюк, заплатит из денег депутатов или же из зарплаты мэра? Нет. Не смешите мои подковы! Он заплатит вашими деньгами. Из вашего кармана. То есть Александрийский горсовет кидает Александрийцев просто на пустом месте. Так что Александрийцы, смотрите, кого вы убираете. Но Делиеву респект за умение добиваться своего. Слушайте, ну ладно, я иногда критикую пока еще мэра Александрии время от времени. То из-за состояния там Александрийской инфекционки, то из-за часто выигрываемых тендеров с семьей Цепюка в городе, что само собой подозрительно. Конфликт интересов. То вообще не вижу каких-то знаковых побед у Степана Цепяка в городе. То рассказываю о священной войне Александра Кияшко против Цепюка. То вот посмотрел пасхальное поздравление пока еще мэра и тоже восхитился. Но то, что заметил Александрийский блогер Виктор Голобородько в поздравлении Цепюка, я и не заметил. А вот Виктор увидел у Цепюка зайца. Вернее, кролика. Пасхального кролика. Наприкінцы самого питания заявляется видео, на яком изображен пасхальный заяц. Христос воскресе! Я взагалі не зрозумів, до чого це. І таки, да, этот пасхальний кролик никакого отношення к православному обряду не имеет. Это вымышленное существо из древнегерманских мифов, хотя можно копнуть і глубже. Например, зайцы в Древнегреції, в древнегреческих мифах, сопровождали Афродиту. Ну, а зайцы, соответственно, сопровождали тефтонское божество Эостру. Думаю, что Степана Цепюка просто подставили пиарщики. Вряд ли они внедрялись, так сказать, в этимологию Остерхаза, пасхального кролика. Вероятно, подумали, что это так мило. Православное поздравление, Цепюк, Крашенки и кролик. Но получилась какая-то гремучая смесь под перезвон колоколов. А теперь о туризме, то, чего не хватает Кировоградщине. На этой неделе я отмечу три публикации на эту тему. Начну с поста Лены Шворох, журналистки 1плюс1, о том, что узкоколейка на маршруте Гайвара на Голованерск, такие, скорее всего, все. Движение там перекрыли еще с 4 января прошлого года. Теперь пришло указание на демонтаж 52 километров узкоколейных железнодорожных путей. Вроде бы модернисты могут возразить, что узкоколейка неприбыльная. Зачем ее содержать? Но я думаю, что это не аксиома. Дело в том, что в посте Лены Шворох есть аргументация. Ведь район Гайварана – это очень хорошее расположение, особенно для транспортного развития. Но нужно просто сесть, подумать и посчитать. И там есть выгодность промышленных перевозок и пассажирских в комплексе с развитием всей инфраструктуры. Господи, я уже говорю как чиновник. Но главное, узкоколейка – это туристическая история. Я там читал в интернете, что Кировоградская облгосадминистрация хочет развивать туризм на Кировоградщине. Так вот, это именно тот случай. Туристический маршрут можно так проложить, что от туристов не будет отбоя. Да, надо этим нужно подумать, действительно все просчитать. Но почему бы и нет? Это же практически Атлант расправил плечи кировоградского масштаба. Вторую туристическую историю я увидел на сайте CBN Центральноукраинского информационного бюро. Там говорится о том, что крапивничане прошли 10 километров на байдарках по Ингулу. И это, заметьте, городской сплав в Кропивницком. От гребли на улице Киевской до Завадовки. Ну вот это уж точно можно делать. Думаю, проложить этот маршрут поточнее можно с помощью активиста Жени Савранского, который как раз и сплавлялся по Ингулу. Потом можно почистить русло, сесть и вперед. Туристический маршрут готов. Там, где Женя пишет, они переносили байдарки, там два места практически, устроите привалы для туристов с едой и напитками. И вуаля, готово. С апреля по июнь готовый классный туристический маршрут на байдарках. Для взрослых, между прочим, и детей. И таким образом слухи о судоплавности Ингула станут реальностью. И третье, это Бовтышка. Материал о легендарном селе опубликовало издание Reporters. Там хороший подзаголовок. Я не думал, что буквально еще 10 лет назад известное село с живописной местностью станет на грани вымирания. Там же три, как минимум, крутых туристических места. Первое, понятное дело, это сама Бовтышка, там, где упал метеорит. Это вся местность. Второе, это усыпальница Раевских. И третье, это холодный яр и места, где был атаман Черный Ворон. Почему вдруг сейчас этим никто не занимается? Почему Бовтышка умирает, имея потенциал крупного туристического центра? Вот вам, Андрей Болонь, глава Кировоградской обл. Госадминистрации, сразу три туристических направления, которые можно и нужно развивать. Думайте. Слушайте, а давайте спалим Кировоградщину к чертям. Это я не призываю. Это я транслирую мысли тех, кто любит в области что-то поджечь, что-то сжечь. Кто поле сожжет, кто камыш с утятами, которые там живут. В Житомирской области и в Чернобыле уже доподжигали, что сгорело несколько сел и горел лес и рыжий лес возле Чернобыля. Ну, а дым, как вам известно, прилетел в Кропивницкий. Историю, о которой я хочу рассказать, я услышал в ток-шоу «Просто-непросто» на телеканале «Витер». Оно выходит в пятницу в 19.15. История в чем? Есть в Нерубаях, это Александровский район, лес. Рядом поля. Между ними терновник. Арендатор поля взял и вырубил терновник, и потом его сжег. Смотрите, 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 вот это терника, вот это терника, вот это терника и вот это терника. И дальше пошли терники, терники, это все, это все забыл терник, это сплошная масса была. Заяц ховался, заяц приводил приплод. Чуть бы посолнечнее была бы погода, вполне возможно мог загореться и лес. Скажите, ну не загорелся лес и хорошо, ну вырубил кто-то терновник, ну и черт с ним. Но дело в том, что терновник между полем и лесом не просто так, как и все в этой природе. Весной, а именно сейчас, в этом терновнике, который сожгли, прячется обычно молодняк. То есть молодые дикие животные, кабаны, косули, козы. Это их дом. И теперь этот дом сжег арендатор. Просто потому, что арендатор думал о себе. Копец снимай. Или вполне возможно, как эту землю расширить у себя в аренду, возможно выкупить или наоборот продать. И интересна еще одна реакция полиции и рятувальников, которые приехали на вызов Йегоря. Полиция подивилась и сказала, у вас паспорты есть? Они говорят, нет. Ну тогда это не установленные люди, которые палят богатые. И развернулись и поехали. Так же вступили и представители МНС. Я уверен, что это не единичный случай на Кировоградщине. И снова обращаюсь к главе Кировоградской обл. Госадминистрации Андрею Болоню. Что это за беспредел на Кировоградщине? Кто-то в обл. Госадминистрации контролирует эту ситуацию? Кто за это вообще отвечает? И не говорите, что это проблема только местного характера. Это проблема и вашего уровня. Потому что если загорится еще и лес, то дым прилетит и к вам, в квартиру. И да, дорогие зрители, если вы знаете о таких случаях, пишите, снимайте, выкладывайте у себя в социальных сетях. Такие случаи очень не любят публичности. Решаются проблемы, когда об этих проблемах говорят. Если власть молчит, то вы сможете заставить ее говорить. Ну или хотя бы думать. Вот за что люблю портал Прозоро, то потому что можно увидеть интересное жонглирование деньгами в Кировоградской области. На этот раз отличилось Агентство автомобильных дорог при Кировоградской обл. Госадминистрации. В чем суть? У предприятия Агентства автомобильных дорог было 137 закупок на так называемые допороговые суммы. Так вот, 136 таких закупок предприятие провело без аукционов. То есть раздало вручную, я так понимаю, нужным людям. В 2020 году история продолжилась. Так, например, 18 апреля за день до обновления законодательства по закупкам. А теперь при таких закупках аукционы обязательны. Так вот, Агентство автомобильных дорог раздало 6 подрядов на сумму почти 4,5 миллиона гривен. Вы верите в честность такой невиданной щедрости? Я лично нет. И что самое интересное Прозоро пишет, кто получил больше всего денег. Это киевская фирма «Базел Групп», ее владелец Любовь Кротис Корпевницкого. И одесская фирма «Березовка Агрошляхбуд». Это ее первый выигрыш, но интересно, что владельцы фирмы коллеги советника главы Кировоградской обл. госадминистрации Андрея Балоня. Это депутаты от АПО-платформы «За житя» князь и Роберт Хачатряны. А их коллега, советник Балоня Владислав Финик. Он, кстати, работал когда-то заместителем областного прокурора, но был иллюстрирован. Является ли это все коррупцией? Ну, конечно, является. Вот я лично в совпадение не верю, потому что их просто нет. А тендры, которые можно в раздеребании среди своих, есть. Вот очень хорошо, что есть камеры наблюдения, потому что если бы не они, то можно было бы подумать, что в Александрии завелись потусторонние силы. И именно они перевернули урны на центральной площади. Но нет, вызывать охотников за привидениями не пришлось. Оказалось, что урны перевернули два бухих чувака. Я не знаю, может, они подумали, что они из нашей Раши, типа «Тахил!» Или просто пацаны уже сдурели от карантина, набухались и таким образом выражали протест против ограничений. И заметьте, они были не в масках. Издание «Доступ» написало, что хулиганов уже задержали. И вот интересно, какое наказание им будет. Я бы, конечно, впаял полгода уборок на центральной площади. Вот думаю, Александрия бы стала очень чистым городом. А в Кропивницком хулиганы посерьезнее. Там киберпреступники. Их словило, кстати, СБУ. В общем, какой-то недоразвитый гражданин нашей страны пока что в интернете агитировал за террористов, за ДНР и распускал фейки о коронавирусе. Ну, например, один из них. Жители Николаевичины из-за коронавируса грозят сжечь деревню. Вот на таком примере многие из нас эмоционально ведутся. Так вот, проверяйте эту информацию. Россия, она такая, на то она и оккупант, чтобы эмоционально расшатывать своих врагов, украинцев. Так что, увидели эмоциональные заголовки? Не ведитесь. Вас расшатывают и используют коронавирус в своих целях. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните. Все изменяется на краще, кроме пока что ситуации с туризмом и с местными пожарами на Кировоградщине. Но я надеюсь, это пока. Развивайте критическое мышление. Продолжение следует...